Добрый вечер! В эфире выпуск новостей на телеканале Катунь24. С вами Анна Москаленко. И вот главные темы к этому часу. В Барнаульских дворах сыграли военные оркестры. Краевые организации и ведомства поздравляли своих ветеранов. Подробности далее. Губернатор края накануне Дня Победы обсудил вопросы благоустройства мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах региона. Во время рабочей поездки Виктору Томенко рассказали, какая работа по сохранению памяти героев войны проводится в селах. Так благоустроили центральную часть села Алтайского по нацпроекту «Жилье и городская среда». Впервые в селе появился пешеходный фонтан с подсветкой. На Аллее Славы установили памятник русскому оружию, а также скульптурную группу в память об участниках локальных войн в Афганистане и Северном Кавказе. В Советском районе во всех 12 сельсоветов заканчивается ежегодный ремонт памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ремонт мемориала в районном центре «Советская» провели в прошлом году. Отдельные работы продолжат в текущем. Алтайский край присоединился к международной патриотической акции «Сад памяти». Одно из центральных мероприятий проходит сегодня в Бийске. Бичане целыми семьями высаживают молодые сосны в память о своих родных, погибших на фронте. А вот как сделать так, чтобы саженцы прижились, сейчас узнает моя коллега Юлия Шламова. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Сегодня в Бийске высаживают несколько тысяч саженцев сосны. Как это делать правильно, узнаем у сотрудников «Леспромэкспорт» Алексея Сидорова и Максима Попова. Итак, Алексей, в чем, какие инструменты нам нужны для посадки саженцев сосны? Ну, основной инструмент у нас это получается лесников меч Колесова, который применяем мы уже на протяжении многих лет. Производим посадку сосны двух лет, выращиваем нас на питомнике в поселке Уткуль. Смысл очень простой посадки, очень легкий. Берется меч, делается лунка, таким движением протыкается, маленько делается расширение, чтобы корневая система вошла. Потом берется посадочный материал сосенка, вставляется вот таким действием и приподнимается маленько вверх, для того, чтобы корни расправились. Здесь рядом также делается нажим мечом, прижимается низ, чтобы не было завоздушивания системы, и прижимается вверх. Все, сосенка посажена. А почему мы ее не поливаем, когда садим другие деревья, например? Сосна, она как сама по себе неприхотливое дерево, и она в наших условиях, так как у нас более песчаные все-таки почвы, она растет легче, потому что, ну, это как бы ее среда обитания. Насколько сложно в домашних условиях самому посадить сосну? В домашних условиях вообще никакого, я думаю, сложности не будет. Почву она любит любую. Чем больше песка, конечно, тем лучше, но почва, она неприхотлива. И поливом, каким-то удобрениями, каким-то заниматься не нужно. В том числе, как бы никакие грузины ее не повредят. Спасибо большое. А я напоминаю, что международная акция «Сад памяти» призывает каждого и в своем приусадебном участке посадить дерево в память о погибших предках. Сейчас передаю слово студию. Спасибо, Юлия. Ужесточить штрафы за превышение скорости предлагают в правительстве России. В первую очередь, изменения коснутся допустимого порога превышения скоростного режима. Вице-премьер Марат Хуснулин поручил МВД и Минтрансу до августа этого года предоставить согласованную позицию о снижении в городах нештрафуемого порога с 20 до 10 км в час. По задумке авторов, такие меры позволят повысить бдительность автомобилистов и снизить количество нарушений ПДД. По статистике Всемирной организации здравоохранения, вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 км в час составляет 20%. При скорости в 80 км в час, а это максимальная скорость в городе, с учетом нештрафуемого порога, вероятность летального исхода увеличивается на 60%. Отремонтировать дорогу самостоятельно решили жители улицы Удачная, поселка Борзовая Заимка. Устали утопать в грязи, которая появляется после дождей. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Несколько лет назад в старой части поселка Борзовая Заимка заасфальтировали почти все улицы. Две не попали в городскую программу дорожного ремонта. Не повезло жителям улицы Удачной. Почти 10 лет во время распутицы она утопает в грязи. Здесь, вот более-менее, когда подсохнет, дорога катается, так ямы весной, это лед, постоянно вот эти выборины. Едешь, машина проваливается, и застревают машины постоянно. Сейчас машина записана на сервис, потому что подвеска по всем этим кочкам. По несколько раз в день выезжаешь, заезжаешь, разбивается. Жители Удачной решили отремонтировать дорогу в складщину. По их подсчетам на это нужно около 150 тысяч рублей. Сумма ощутимая. Всего на этом участке улицы 13 домов. Все переулки сделаны. Наша улица осталась. Когда земля окончательно высохнет, жители начнут ремонт своими руками. Часть материалов уже завезли. Это кирпичи, чтобы сделать дорожную подушку и затем засыпать ее асфальтовой крошкой. На первое время такого покрытия должно хватить. А затем, может, и дорожники их услышат. Обращались в администрацию центрального района. Два письма в прокуратуру с просьбой разобраться. Жители писали недавно письмо вопросом разъяснить, когда будет осуществлено строительство нашей улицы. Но в разумительного ответа что-то конкретное сказано не было. Ремонт удачной по муниципальной программе не предусмотрен до 2025 года. Поэтому и средства на работы не выделены. Но даже после стольких лет ожидания, жители улицы все еще надеются увидеть из окон своих домов асфальтированную дорогу. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. В Новоалтайске сотрудники полиции, старший лейтенант Алексей Демин, старшие сержанты Сергей Тараканов и Алексей Филатов спасли людей во время пожара в частном секторе. Во время ночного патрулирования улиц полицейские увидели, что в одном из домов загорелась веранда. Люди оказались в огненной ловушке. Полицейские разбили окно и помогли выбраться из огня хозяевам, семейной паре. Было принято решение разбить в окно, выбить его. Залезли внутрь, вытащили женщину и мужчину, а то есть владельцев данного дома. После чего пошли выкуривать соседние дома и перекрывали дорогу до приезда пожарных. Поэтому мы даже не видели, тут уже не видели. Когда муж открыл окно, ой, дверь, коридор, огонь пошел весь на кухню. Сотрудники разбили окно, залезли в дом, помогли выбраться ему, разбудили. И тут я уже встала, и нас прям вытолкали в окно, они просто нас последние. Такой степени парни, я не знаю, умницы, молодцы, только ради, вот благодаря им мы остались живы. От супругов сотрудники патрульно-постовой службы узнали, что в доме имеются баллоны со сжиженным газом. И они в любой момент могут взорваться. Полицейские оперативно организовали эвакуацию соседей и перекрыли проезжую часть до прибытия спасателей МЧС. Руководством было принято решение о поощрении полицейских, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Первенство России по боксу среди юниоров открылось сегодня в Барнауле. На него приехали 320 спортсменов из различных регионов страны. Прямо сейчас на месте проведения боев в Титов-арене находится наш корреспондент Анастасия Меньшакова. Анастасия, здравствуйте. Когда начнутся первые бои? Анна, здравствуйте. Первые бои уже прошли. Прямо сейчас проходит торжественное открытие первенства. Последний раз столь статусный турнир по этому виду спорта проходил у нас в регионе больше 40 лет назад. 10 весовых категорий, 320 участников от 17 до 18 лет. В каждой из категорий будет определен победитель. За золото спортсмен получит звание мастера спорта. Наш регион представляют 12 спортсменов. По мнению Федерации бокса Алтайского края, в тройку победителей в своей категории имеет все шансы войти боксер Никита Петин весом 56 килограммов. Спортсмены долго готовились и сегодня у них появится возможность проявить свои лучшие бойцовские качества. Приехали поддержать спортсменов олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков и российский боксер-профессионал Денис Лебедев. Все бои будут проходить 6 по 13 мая в Барнаульской Титов-арене. Вход свободный. Для тех, кто не может посетить первенство вживую, на ютуб-канале Российской Федерации бокса будут проходить прямые трансляции с обоих рингов. Полуфинальные бои пройдут 12 мая. Финальные встречи, награждения и торжественное закрытие 13-го. Сегодня в 18.00 продолжатся первые бои этого дня. Я обязательно расскажу о них в следующих выпусках новостей. А сейчас хочу передать вам Анна слово в студию. Спасибо, Анастасия. Мы продолжаем выпуск. Денисова пещера в Алтайском крае пополнила список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. До этого известный алтайский памятник культуры считался археологическим объектом культурного наследия. С 2017 года краевые власти добивались для пещеры статуса особо ценного объекта. Это позволит усилить интерес туристов к региону и его узнаваемость. Кстати, это первый случай в России, когда археологический объект получил данный статус. Напомню, пещера известна тем, что там идентифицировали новый подвид человека, который назвали Денисовским. С 2010 года там ведутся раскопки. За это время археологи обнаружили останки четырех денисовцев и двух неандертальцев. В алтайских дворах играли военные оркестры. Таким образом, различные ведомства поздравляли своих ветеранов – участников Великой Отечественной, тружеников тыла и детей войны. К поздравлениям от оркестра Росгвардии присоединилась и наша съемочная группа. Локтева Анна Андреевна – ребенок войны, ветеран труда. 21 июня 1941 года ей было всего 10 лет. Почти все взрослые из их села Каиб Ключевского района ушли на фронт. В полях остались работать женщины, старики и дети. «Картошку копали. Взрослые школьники копают, а мы выбираем. А председатель на лошади, вот как он сейчас у меня, едет, бечом хлещет, проверяет, не остается ли за кем. Печет, вот картошин там, кто-то где-то не доглядел. Все это было. И помню, как закончилась война. У нас радио не было, деревня. Радио не было. У сельсовета висело одно на столбу. И там, значит, объявляют. Все туда бегут. Как говорится, радость. Кто плачет? Ведь многие похоронки получили, как говорится, в основном. Это праздник, недаром говорят, со слезами на глазах. Слезы радости, слезы за то, что наше поколение, предыдущее, сделало для нас, для нового поколения. Что мы имеем право сейчас спокойно дышать, ходить, рассуждать о мире, о жизни. Самое главное – это память о событии, знаменательном событии. Необходимо всегда это помнить. Ветеранам Великой Отечественной войны и дружникам тыла мы хотели бы пожелать. Самое главное им – это здоровье. То, чтобы они донесли, то, что они несут, это главное – то, что они видели. Ту историю, ту боль, которую они пережили, чтобы поколение наше подрастающее понимало и видело это. В ближайшие дни военные песни в исполнении оркестра можно будет услышать во многих дворах Барнаула и других населенных пунктах Алтайского края. Сотрудники Росгвардии планируют поздравить более 500 ветеранов правопорядка. Анна Алымова, Алина Пенигина, Алексей Шаульский. Новости. Алтайские грибцы попали в сборную России на Кубок мира. Женская команда из Барнаула приняла участие в регате, а также старт первенства страны по боксу. О новостях спорта узнаете далее. На Кубке мира в Барнауле в составе сборной России выступят алтайские грибцы Александр Дьяченко и Ирина Андреева. Планируется, что Дьяченко выступит на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке, а Ирина Андреева на той же дистанции, но в каное-одиночке. Кроме того, алтайская спортсменка в паре с Иваном Штылем из Приморья представят Россию на 200-метровой дистанции в миксте. Женская команда из Барнаула «Алтай Пёрлс» приняла участие в регате «Вин-ту-го» в Абрау-Дюрсо. В составе были Алена Глуховченко, Татьяна Бобова, Ирина и Юлия Карташовы. После пяти дней подготовки они заняли 17-е место из 20-ти. Кстати, это была единственная женская команда в регате. Сегодня в Барнаульской Титов-арене начинается первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Столь статусный турнир по этому виду спорта проходил в регионе больше 40 лет назад. В состязаниях примут участие 320 спортсменов со всей страны. В составе сборной Алтайского края выступят 12 человек. Финальные бои пройдут 13 мая в 18.00. Вадим Слюсарев, Новости. На этом у меня все. Не переключайтесь в 20.30. Подведем итоги этого дня.